Всем привет! Сегодня у нас монтаж потолка из гипсокартона с подсветкой, а именно это будет консолевый короб под светодиодную ленту. Будет довольно много интересной информации, саморазметка под короб, будет работа кромочным фрезером по гипсокартону, а также прочие хитрости монтажа. Но начать видео я все же хочу не со следствием, по которым мы делали этот короб, а в общем-то с причиной, а именно желание установить светодиодную ленту. Всю электрику светодиодную ленту, в частности, с недавнего времени мы закупаем у нашего партнера компания ЭТМ. Где-то здесь сейчас появится название. Это довольно большой интернет-портал с огромным выбором товаров для электромонтажа. Вы там сможете найти, как говорится, все от А до Я. Также у них существует большое количество точек самовывоза и очень гибкая и удобная скидочная система, которая подразумевает бонусы за покупки. Где пруфы? Вам не нужны пруфы. Нам не нужны пруфы. Вы поверите мне на слово. И чтобы не быть голословным, я предлагаю вам убедиться в правдивости моих слов самим. Специально для нашего канала компания ЭТМ предоставила одноразовый промо-код 100500. Эта скидка до 500 рублей. Включительно можно оплатить до 20% на одну покупку. Все подробности я оставлю в описании. В общем, ребята, пользуйтесь от души. Какой день! Чудесный день! Приятно с ним покончить. Переходим назад к консолевому коробу под светодиодную ленту. Я сейчас немного порисую, чтобы вам потом в процесс монтажа был более понятен. Скажем так, причины, как я говорил, и следствия, для чего все мы это делаем. Немного на расстоянии, но потом я поднесу, чтобы было более понятно. Буду делать на весу, так что за качество рисунка, ребят, извиняйте заранее. Итак, первый уровень гипсокартона у нас уже по факту подшит. Здесь он немножко нарисован неровно, но в жизни все намного лучше. Итак, это потолок первого уровня гипсокартона. Теперь по периметру мы делаем короб. Сначала мы подшиваем вот такую конструкцию, будем подшивать. Причем нижнюю часть мы изначально гипсокартоном не зашиваем. Тут бортик у нас ГКЛ, здесь он просто металлопрофиль. После чего мы изготавливаем при помощи фрезера крышки для этого консолевого короба. Крышка будет выглядеть очень просто. Вот так вот с углом 90 градусов. Причем расстояние внутреннее будет 5 сантиметров. Крышка эта делается очень легко. Это самый простой, как мне кажется, вариант работы с фрезером. Но при этом он свою функцию, скажем так, абсолютно выполнит, которая нам нужна. Почему? Сейчас дорисую, ребята. Так как в эту часть у нас будет закладываться блок питания для светодиодной ленты. Напоминаю, кто не знает, блок питания не вечный. Его периодически надо менять. Поэтому к блоку питания, если вы его устанавливаете прямо, скажем так, в конструкцию потолка, должен быть доступ. От этого, в общем-то, у нас и будет вот такая вот конструкция. Надеюсь, все понятно. Теперь переходим, собственно, к самому монтажу. Потолочек, все провода уже должны быть заведены и раскинуты. То есть, не забывайте, не надо собирать сначала короб, а потом опа-опа, а где же наши провода? А их там и нет. После этого, я все вам уже нарисовал, нам надо сделать разметку под направляющий профиль. Естественно, у нас будет идти по низу профиль, и, естественно, у нас будет также вынос нашего короба. То есть, профиль падает в ширину. Сказал бы как, но вроде сказал. Учитывая, что у нас гипсокартона нет на этой части, мы этот размер как бы плюсуем к 8 см, которым надо отметить. И отмечаем 9,2 см. То есть, я отмечаю, а также Саша в дальнем крае тоже этот размер отмечает. А вот вынос у нас будет 45 см. Тут обращу внимание на одну немаловажную деталь. У нас здесь стоит, как вы видите, шестерочный профиль. То есть, когда мы делали каркас под потолок, кто смотрел это видео, а если вы не смотрели, то обязательно посмотрите, это видео есть на канале. То мы сразу все подрасчитали, и у нас в месте крепления направляющего профиля есть уже, так сказать, закладная. И с этой стороны, и с другой стороны. А вот та сторона, которая дальняя, как вы понимаете, там профиля идет поперек, и там в любом случае есть куда крепиться. Поэтому, если вы делаете первый уровень гипсокартонного потолка, то постарайтесь все-таки как это предусмотреть, чтобы у вас и в длину один из профилей попадал под короб. Иначе, как бы, будет короб не так хорошо держаться, как того хотелось бы. Теперь мы отметили две наши необходимые линии. Отбиваемся отбивочной нитью. Натянули через подушечку большого пальца. Обязательно линия проходит через две отметки, в нашем случае 45, и я аккуратно щелкаю. Все. В линии видна. Не так хорошо, как хотелось бы, но, в принципе, отлично. Щелкаем. Отлично. Ребят, нашили профиль, теперь надо нашить вот такие вот бортики из гипсокартона. Так делаем мы, не все придержатся этой техники, то есть, ну, скажем так, нам она нравится. Пусть будет так. Нашиваем бортики, они идут чуть больше нужного нам расстояния, у нас 8 сантиметров. Бортики делаем минимум 12, максимум, ну, 16-20, и опять же подчеркну, если делаете их, делайте 12. Если у вас есть обрезки 16-20, то берете обрезки и тоже их нашиваете. Тут неважно, не надо слишком большие делать бортики, почти вся часть внутренняя будет скрыта, поэтому в этом случае можно немножко сэкономить и ставить кусочек. Ничего страшного. Берем кусок, приставляем к потолку, прижимаем, и саморезами, 25-ми, естественно, наживляем. Профиль КНАУФ, саморезы заходят натужно, ну, ничего страшного, как бы, в общем-то. У КНАУФа есть и плюсы, есть и минусы. Кручим через 15-20. Стараемся, чтобы бумагу самореза не прорывали, иначе от такого самореза толку никакого. И так, в общем-то, закручиваем всю, ребят, опять же, линию. И опять возвращаемся, и смотрим новые хитрости. Мы оказались внутри нашего корова. Как вы видите, здесь довольно интересно. Вот. Или нет, или не очень, да. Что мы теперь сделали? А мы уже сделали, я просто вам по факту покажу, потому что это занимает слишком много времени, чтобы, как бы, вознисло большое, слишком большое у нас не получилось. Мы теперь на том бортике, который нашили, с внутренней стороны отметили линию, причем линии у нас не 9,2 уже, минус гипс и минус толщину профиля. То есть линию у нас теперь 7,9, 7,8. Тут еще есть погрешность у рулетки, проверяйте себя. После чего мы с Сашей линию отбили. Вот. Она готова. Теперь берем профиль. Саша, давай. Опять же, 28 на 27. Я надеюсь, вам светильник за спиной не светит, как бы, потому что он... Саша, поднимайся, пожалуйста. Немножко ярко светит, но, блин, вечером делаем. Куда делаться? Вот. Ставим, как нам надо. Теперь что мы берем? Вот. Теперь нам надо закрутить саморезы, но не с этой стороны, естественно, а с обратной, чтобы они были остриями вовнутрь. Что он сказал? То есть я ставлю профиль, рукой придерживаю, и желательно на стыке двух листов, то есть я смотрю вот так, вот так, с двух сторон пытаюсь одновременно сесть на два стула и притягиваю профиль. Смотрю, если здесь профиль стоит по линии, а сейчас он стоит по линии, я спокойно притягиваю, и все хорошо, иду дальше. То есть профиль у нас держится. Если, как бы, линия чуть ушла, можно саморез назад немного выкрутить, подвинуть, скорректировать, там миллиметр-полтора все-таки двигаются легко, это не полсантиметра, и саморезик, в общем-то, прикрепить. То есть по такому принципу весь короб мы спокойно прокручиваем, а потом обрезаем его ножом, опять же, с внутренней стороны, заворачивая наружу, еще раз обрезаем ножом, а потом уже точилка обязательно по профилю все аккуратно точим, чтобы никаких у нас бугров, никаких у нас изъянов не было на профиле. И все. Ребят, прошло пару дней, мы уже даже начали немножко шпаклевать. Сейчас вам объясню, что в итоге мы сделали после того, как у нас бортик был готов. Мы расставили перемычки 60 на 27 поперек нашего короба. Для чего? Тут две функции, на самом деле. То есть главная, вроде основная, очевидная, то, что листы нашей консоли будут подшиваться снизу, и, естественно, куда-то надо крепиться, поэтому профили эти всегда расставляются либо через 40 сантиметров, либо через 60 сантиметров, как и на каркасе. Это важно. То есть мы ставим 120-й лист, и он у нас приходит посередине профиля, который находится через один. Но есть и вторая функция. Вторая функция – это выставление нашего бортика. Он никогда у вас не будет стоять изначально в уровне. Надо профили вот эти вот вырезать чуть меньше, где-то на сантиметр. Вставляете их, цепляетесь сначала саморезом с предшайбой у стены. Да, будет небольшая шишка, но в этом случае это допустимое, скажем так, зло. После чего мы при помощи второго самореза с предшайбой выставляем сам борт. Почему не показываю? Так как делал я это при помощи обычной рулетки. У нас стены гипсокартоновые, они в уровне, и я просто выдерживал одинаковое расстояние. Тут ничего интересного. Если стены неровные, тут есть варианты, можно выставлять бортиковым угольником, можно маленьким уровнем, но желательно, чтобы он стоял, естественно, ровно. Все, у меня за спиной, видите, все это продолжение нашего консолевых коробов. Все у нас готово к подшивке, и поэтому мы сейчас перейдем в нашу мастерскую, и я вам покажу, как эта консоль, в общем-то, делается при помощи фреймера. Ребят, сразу хочу обратить внимание на несколько деталей. Мы делали обзор на кромочный фрейзер Inca, вот, обзор есть на канале. Были некоторые сомнения в том, что он долго прослужит. Это не так. Кто помнит обзор, видит, что комната меняется. Появились консолевые короба, которые мы сейчас тоже будем делать, показывать я буду, как их делать. Вот, что-то где-то малярки появилось. Стол, отъемный стол весь в пыли. И профили, которые я ставил в тех же выпусках, они все, как бы, уже изюзаны. Фрейзер работает. Это для тех, кто, в общем-то, проявлял определенный скепсис. Ну вот. Ну а теперь по делу. Так, где у меня тут Саша заготовил? У меня заготовлены вот такие вот, скажем так, чушечки, болваночки, рыбы. Это, скажем так, детский гипсокартон от Knauf. Размер 120 на 60. Он нам идеально подходит для подобной консоли. Так как, как вы помните, у нас размер будет 55 ее. Вот. Почему 55, да? Вот. Я напоминаю. То есть сам короб у нас будет, нижняя часть консоли, 50 сантиметров. А бортик будет у нас 5 сантиметров, чтобы прятался, в общем-то, там трансформатор для подсветки. Вот. Поэтому общая длина короба путем нехитрых математических впечатлений составляет 55 сантиметров. И все наши заготовки будут 55 сантиметров. Вот. Ну, вроде все просто, но вот одну мелочь упустили, все, как я говорю, все пошло по жопе, с позволения сказать. Берем лист. Я пока издалека покажу, но сейчас ближе камеру поставлю. Я один, ребят, занят. Кладем его обязательно. Сейчас я даже сам. Обязательно на черновую сторону. То есть короб у нас сворачивается вовнутрь, поэтому мы пилим по черновой стороне. Если мы сделаем наоборот, то у нас будет сворачиваться не в ту сторону. Тут тоже, как бы, вроде нюанс, но не даст мне соврать моя чеснота. чеснота, моя честность природная. Был у меня один такой консоль из этих, которые я запилил никуда. Все ошибаемся. Мы, и я в том числе. Я вот думаю, что сила в правде. Будет так объяснять, надеюсь, все будет понятно. Сначала вы отрезали, дали. Теперь я как бы покажу все, как это выглядит изначально. И край, ну, желательно все-таки подточить. Потом я возьму вот ножичек нашу. И бумагу лишнюю обрезать. Это потом, чтобы не делать уже на месте, на потолке. Просто как бы все сразу готовим под малярку. Можно уже здесь. Нижнюю часть тоже. Как вы видите, обрезаю ножом. Я всегда со стороны гипсокартона. Если будете делать наоборот, то есть вот так вот, ничего у вас не получится. По среду не надо делать. Пол гипсокартона, со стороны гипсокартона. То есть вот, со стороны гипсокартона. В любую сторону, со стороны гипсокартона. Тоже мелочь, но я видел, даже здесь у нас на объекте молодежь делает всякое. Убираю, что-то нам не надо. Теперь что? Теперь что? Выставляю. Запиливаться он у нас будет. Сейчас сразу разметимся. Сразу все размеры держите в голове. Разметка всегда наиболее важна, как я люблю повторять. А я много чего люблю повторять. Но разметка это основа вообще гипсокартона в конструкции. То есть бортик у нас 5 сантиметров. И внутреннее расстояние у нас получается, будет потом 4. Но это не важно. Нам нужен именно размер 5 сантиметров. То есть мы просто отмечаем 5 сантиметров. То есть мы отметили наши две отметки и взяли профиль 60 на 20, который нам еще пригодится. Кто смотрел у нас раньше, уже знает зачем. Прочерчиваем эту отметку. На самом деле она очень функционально нам и нужна, но я ее прочерчиваю. Мне так, в общем-то, само восприятие картинки дается проще. Но это не все. То есть надо сделать еще одну линию. Почему? Я сейчас вам объясню. То есть фрезер идет у нас по этой отметке. Но это середина фрезера. И так как это кромочный фрезер, надо обязательно зафиксировать для него еще отдельно получается линию, по которой он будет идти. То есть салазку, скажем так, назовем. В этом случае это будет профиль, может быть деревянная рейка, неважно что. И она должна быть зафиксирована ровно на середину платформы. То есть мы идем фрезером и платформой прижимаем к этой салазке. То есть вся платформа у нас, чтобы вы понимали, 8,4. Я этот размер уже знаю, как сказать, как аллилуйя. Поэтому нам нужно 4,2. То есть я прибавляю к 5, 4,2 и отмечаю 9,2. То есть у нас вторая отметка, в общем, на самом деле, которая в этом случае даже более важна. И теперь по этой отметке я прикручиваю профиль. Сделаю я так, чтобы, в общем-то, у нас фрезер подошел не шел по профилю, который вставлен в стол. Это тоже, как бы, одна из особенностей стола. В него можно вставлять профиль 50 на 40 и 60 на 27, чтобы потом фрезеровать гипсокартон. И теперь получается, по этому отметку, как я говорил, я прикручиваю профиль. Достаточно там, я думаю, трех будет саморезиков. Плюс сам лист тоже обязательно в паруме зафиксировать, чтобы он не ездил. То есть я его прикрепляю к профилю. И еще в одном месте зафиксировали саморез. Все, лист стал менее подвижен. И теперь мы крепим саму салазку. Как я говорил, по второй отметке. В одном месте. И в другом месте. То есть требуется закрутить всего максимум 5 саморезов. Максимум 5 саморезов. Вспеху саморезов. Сбиты у него, блин. Вот сейчас делают саморезы. Вот честное слово, но каждый третий, блин, брак, к сожалению. Я не знаю, в каком китайском он делают в подвале. Но очень много ребят браку среди саморезов в наше время. И денег не покупают, сколько бы они не стоят. Все, ребята, все у нас готово для фрезеровки. Теперь мы ставим в начало наш фрезер. Спокойно включаем и ведем его, нажимая на салазку чуть вперед и вниз, чтобы он у нас не прыгал. Дури в нем хватает, поэтому, ребята, тут надо аккуратнее. Какой-то фрезер не был, в общем-то, все время будет стараться он выскочить. Просто фрезер с ручками конечно в этом плане более удобно, но у нас такого нет. Брать не буду. Что еще? Желательно, конечно, все делать с пылесосом, пыли будет очень много, но его тоже грусть. Все, прижимаю, ребят, и поехали. С одной рукой я буду держать шнур, чтобы он не мешал, а второй вести. вы видите, это облако, сразу подчеркну, что я не работаю в очках специально, мне как бы пот мешает, в общем-то, застилает, но вам рекомендую все-таки при работе с фрезером, лобзиком, обязательно с болгаркой, тут уже даже я, все-таки очки одевать. Они лежат, в общем-то, тут как бы каждый делает выбор сам. Если этому благу нужно выдумывать себе сказочное оправдание, ничего благого оно не несет. Да, ребят, и респиратор тоже одевает, конечно. Мы опытный строитель, нам все равно. Так, теперь раскручиваем. Сначала профиль. Можно листы сразу как бы отсекить. Все саморезы выкрутили, профиль сняли, убрали. В общем, получается все на самом деле красиво в итоге, но, блин, вот это вот такое лещь, конечно, что-нибудь немножко напрягает. Убрали профиль, он нам пригодится для монтажа следующих консолей. Сейчас я вот так закручиваю. Упертого, смотрите. Так, убрали, теперь взяли кисточку. Можно в общем, маклавицы все сместить, но потом обязательно вот этот пазик, который мы выпилили, пройдите отдельно уже маленькой кистью, потому что там пыли у нас быть не должно. То есть, маклавица пробежала, а теперь пылью все аккуратненько прошло. Чем меньше пыли там, тем лучше. в идеале, пылесос был бы строительный. Ох, мечта! Рекламодатели пришли эти пылесосы. Такие попрошеки. А вот, все. Пыль стряхнули, теперь надо сходить за грунтовкой глубокого проникновения. и этой же кистью очень тщательно пазик пройти. Если кисть потом не используете, напоминаю, обязательно ее помойте. Грунтовка такая вещь, засохнет потом, кисть придется выкинуть. Я так и думал. И это я не одобряю. Ребят, также напоминаю, что во фрезере стоит не обычная фреза, а фреза по гипсокартону под 90 градусов, который нам и позволяет добиться вот такого вот вау-эффекта, что гипсокартон у нас сворачивает после фрезеровки под 90 градусов, что нам и надо, как вы помните. Естественно, фреза выставляется по-разному, можно ошибиться, и поэтому все-таки перед тем вы грунтовать все-таки проверьте, что она у вас запилила все именно так, как вы хотели. Теперь грунтовкой внутри хорошенько все проходим. Не оставляем рассветов, можно и рядом подгрунтовать ничего страшного. Грунтовка очень важный элемент в построении подобных конструкций, потому что дальше у нас будет монтажная пена, а под нее поверхность надо обязательно бисеприровать. То есть грунтовка глубокий проникновент дает дополнительную адгезию, так как если вы попробуете потом ее тактильно вашим пальчиком поймете, что поверхность она шероховато я. Все, ребят, теперь я вынесу лист в другую комнату, где не так пыльно и дам ему подсохнуть и буду фрезеровать дальше. А то вернусь и покажу вам в общем-то как запенивать. Там ничего сложного посмотреть стоит. Ребята, мы теперь берем пистолет для монтажной пены профессионально желательно, потому что обычная пена слишком сильно расширяется и расход у нее слишком большой. И аккуратненько выставляем так, чтобы пена много у нас не попадала в стык. Напениваем. Много пены не надо, это лишнее. Такое ощущение. все наклеили и захлопнули нашу конструкцию. Теперь взяли обычный малярный скотч и чтобы подстраковаться наклеили его. Это важно, потому что ваш бортик может в общем-то отваситься. Теперь я вам покажу, что надо еще сделать. Надо взять угольник, приходится специально для вас чуть-чуть покрутиться. Представить и проверить, чтобы угол был обязательным. А вот ветеранетов мы все изотеки. Малярка вам советую сделать такие растяжки хотя бы как минимум в трех местах и дождаться полного сахания. Потом пенку, если она вдруг выплет, немножко будет обрез. И все, можно крепить на потолок. И сейчас я вам покажу еще пару нюансиков, которые стоит знать. Ну а монтаж консоли на потолок это самое легкое. То есть я вам сейчас поясню, чтобы наглядно понимали. Естественно, прикручиваем, точнее даже прокручиваем все профили, в том числе и перемычки. Смотреть хорошо утапливаем. Эту часть бортика, как вы видите, я срезал, чтобы у нас он не мешал естественно прикручивать коробу. Очень важно, когда вы рассчитываете каркас, все-таки в этом месте, где у вас начнется собираться вся консоль, был дополнительный профиль, как вы видите, перемычка, куда вошлись, становится на середину. И от него уже идет дальше следующий. И естественно, вот эта часть внутренняя тоже подрезается, чтобы у вас здесь проходила в общем, ваша светодиодная лента. Все, на самом деле тут я вам Америку не открою. И еще следующий лист уже естественно подходит сюда в стык, в стык. В этом месте, где стыкуются бортики, можно сразу прогрунтовать и когда вы ставите лист нанести унифлот, например, чтобы, скажем так, стык у вас стал монолитным. Я обычно все-таки после того, как уже листы зашиты, прорезаю здесь, делаю то есть фаску и унифлот уже забиваю по факту. это как бы, как вы сами это, скажем так, видите, как вы считаете более практичным. И тот и тот способ рабочий, никаких проблем никогда не было. Какой-то жалкий детский уровень. Ребят, бортик под подсветку готов. Сразу подчеркну, что наш вариант это самый простой вариант фрезеровки гипсокартона под консоли. Можно гипсокартон складывать несколько раз так, чтобы у вас потом не надо было клеить перфорированные уголки. В нашем случае уголок пойдет поверх. Решение это осознанное и уверен для тех, кто делает это впервые своими руками, именно такой бортик подойдет максимально, так скажем, ближе к телу. Сделать его не так уж и сложно, ну, конечно, не так уж и просто. Сможете, в общем, ребят, сможете. Не забываем про провода, не забываем про вытяжки. Кто-то, возможно, сейчас скажет, где же сама подсветка. Подсветка будет делаться в другом выпуске. Мы будем прикреплять, в общем-то, монтировать трансформатор, от нее уже всю вести подсветку. Тем самым вы увидите потолок уже в законченном виде и увидите самое интересное, как эту подсветку в общем-то делать. Также будет, естественно, обзорное видео по монтажу двухуровневого потолка, но это будет потом. А на сегодня все, ребят. Я всегда в душе надеюсь, что видео было полезным. Мне хочется все-таки какую-то информацию в своих видосах раскрывать для вас, не просто трындеть языком. И поэтому все-таки хочется, 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 скажем так. В общем, все, давайте прощаться, кто заговорился. Делать своими руками, делать хорошо. Ребята, рад, что вы нас посмотрели. Всем до новых. посмотрите. Делаем вот так на весу все. будет, я уверен, все понятно. То есть, у нас идет потолок, пусть он будет заштрихованный, вот так вот. Он из гипсокартона, кстати, это у нас будет второй уровень. Немножко неровно собрано на срок. Увидеть, так что вы эти настройки давайте ставьте, как надо, чтобы я мог у всех найти. Найти. Ну вот, типа, в настройках это я ставлю, типа, виден ли я кому-то, да? Сань, знаешь, что свет нужен? Вон оттуда, чтобы сюда бил. Вон туда надо поставить. Сейчас, ребята, чуть-чуть, Саша, все с этим заманит. Подшамай, он все сделает. Все готовы, все. Все готовы. Да, капитан. После чего в нашем случае, опять же, подчеркиваю, в нашем случае... Ладно, блядь, стал говорить. Все готовы.